здравствуйте всем дорогие друзья сегодня вот такое незапланированное видео из цикла как рецепт и цикла не одним алексеев поднебесным едины вот это видео еще хотелось снять два дня назад но потому что непосредственно само событие о котором сегодня пойдет речь случилось еще два дня назад но тем не менее как рецепт лучше поздно чем никогда потому что вот меня в комментариях там часто напишут ну то есть зачем ты снимаешь видео о каких-то событиях там в мире о каких-то событиях в жизни других каких-то людей там блогеров вот мне там написали ну когда я снимал про алексеев поднебесного еще там есть но комментарии как бы в которых на оборот вот мне напишут ну то есть а снимать там о каких-то событиях соответственно я не знаю я нахожусь где-то посередине вот и и я до сих пор еще даже ну я еще даже до сих пор не понял стоит ли снимать подобные видео либо же нет напишите в комментариях вот если вы хотите вот таких видео там то ставьте на палец вверх вот этому видео чтобы он понимал если же вы не хотите я не буду снимать подобные видео там но с него в этом дорогие друзья в общем два дня назад выпустили из тюрьмы да да то есть в наше время но почему-то достаточно большое количество блогеров находятся в тюрьме вот знаете вот такой круговорот блогеру то есть а одного посадили другого выпустили его два дня назад выпустили из тюрьмы вот так он популярно блогера сталкер она которая снимает сталки там не знаю зацепы там ну вот эти на различные то сказать по приключения чести видео-кирен и вот на канал называется Эмша Эмша Вот, ну, так сказать Вот такое у него название А вообще там на ютубе на канал Называется там как-то английскими буквами Там что-то Я даже Я даже не помню, но суть не в этом То есть и вот, вот это он блогером Но которого в жизни зовут Андрей Пыш выпустили из тюрьмы В далеком Еще 2020 году Которого, наверняка уже Все люди забыли Потому что действительно было очень давно Его посадили Как раз-таки за непосредственно Его вот такую деятельность То есть сами, ну, понимаете Когда ты снимаешь Какие-то Интересные видео Чем Вот такая, ну, большая перспектива Снять Вот такое Интересное видео Но тем больше Вот такая Опасность, что За вот это видео Ну, могут, так сказать Ну, посадить Там, ну, привлечь к ответственности Потому что В наше время Зрителя Чем-то У-у-у-у-у-удивить Достаточно тяжело Я бы даже сказал Ну, что-то Из-за разряда Невозможно Соответственно Чем Дальше идет время Ну, тем Больше Вот эти все Ну, блогеры Готовы Ну, рисковать Там чем-то Чтобы снять Интересное видео Вот так и случилось С Андреем Эмша Вот он В далеком еще 2020 году Там снял видео Ну, которое Ну, касалось Насколько мне Известно Вот Заброшенных станций Метро В которых Там, ну, были Ну, какие-то Секретные объекты И в итоге Вот его Посадили Либо же Вот это видео Еще было снято Там Задолго Там За несколько лет Ну, то есть там Сами, ну, понимаете То есть Дело было засекречено Ну, потому что Ну, вот такие Были секретные Объекты, видимо И Ну, как И Ну, как Но таковой Ну, как бы Достоверной информации Нигде там В СМИ Никто Так сказать Особо Особо никто Не освещал Ну, суть заключается В том, что Вот Его, ну, посадили В 2020 году То есть Лично для меня На тот момент Вот это Стало шоком Шоком Ну, потому что Вот это Он был Один из Единственных Блогеров Которого я мог Смотреть 24 на 7 То есть Я смотрел Абсолютно Все его видео И Вот А вы Спросите А почему Я смотрел Вот эти видео А суть заключается В том, что Я Еще до создания Вот этого Канала То есть У меня Сама Сама Идея Создать Ну, канал Она Появилась Еще Очень Давно И вот Я Изначально Хотел создавать Ну, канал Ну, как раз Таки Ну, такой же Ну, тематики То есть Сталки А больше всего Я хотел Создать Ну, канал О зацепах На товарных Ну, поездах Вот это Ну, было Ну, то О чем я Ну, вот это Можно сказать Вот это Можно сказать Ну, была Ну, мечта Всей моей жизни То есть Ну, кататься Вести Вот такую Странническую Жизнь Вот И Ну, кататься Там на товарных Ну, поездах Ну Так сказать Все Ну, то Что Хочется делать Вот чаще всего Запрещают Ну, во-первых Вот это Чисто по закону Было Запрещено А вот Где-то в 2021 году Ютуб Строго Запретил Снимать Ну, подобные видео То есть За что Были Наказаны Наверное Самые популярные Ну, блогеры И Из этого Числа Вот Знаете Там есть блогер И Илья Ну, Бондарь Вот Ну, который Снимал там И в Америке Там и В других странах Ну, то есть Зацепы на товарных Ну, поездах Ну, то есть И Непосредственно Даже у всех Вот этих людей Вот эти видео Последствия Удалили Вот там И Ну, прилетели Страйки Вот Ну, вот это Была моя Изначальная Идея Создание Ну, канала То есть Я действительно Хотел Я Ну, мечтал Вот снимать Видео На такие Ну, темы Естественно Я смотрел Всех Ну, подобных Людей Вот Одним из которых Был как раз Таки Андрей Эмша Вот И В общем-то Ну, дорогие друзья Я смотрел Его там еще С далекого 2015 года Вот Либо Ну, когда он там Создал Ну, канал Ну, то есть Знаете Вот Вот эти все Так сказать Ну, блогеры Сталкеры Ну, то есть Они делятся На несколько видов Вот Например Вот Один из самых Популярных Там Ну, как бы Суперсус Суперсус Но Суперсус В последнее время Он скатился Да и В принципе Во все времена Он как бы Суперсус Он был Фриком Фриком Сейчас он еще Больше скатился То есть Я уже Ну Так сказать Ну, перестал Его смотреть Ну, плюс Он сейчас там Начал снимать Видео О украинском языке То есть Соответственно Ничего Непонятно Дальше Есть Вот Второй вид Сталкеров Ну, как раз таки Как Андрей Эмша Вот У которого Сталк В перемешку С такими документальными Ну, какими-то Фактами Вот, например То есть С такими Историческими Вставками То есть Вот это смотреть Лично для меня Более И интересно Вот Я не скажу Что я люблю Там, ну, какие-то Документальные фильмы Нет Я абсолютно Этого Всего Не люблю Ну, потому что Вот это скучно Ну, если Все Вот это Вместе Ну, то есть Так Объединяется И Отсутствует Вот такое Ну, перенасыщение То вот это Смотрите Намного И интереснее Чем Ну, банальные Ну, каких-то там Фриков Вот как Суперсуст Еще есть Вот такой Ну, третий Тип Сталков Например Дима Масленников Дима Масленников Я, честно Я его никогда Даже не смотрел Вот я А вот я Знал Что у него Вот такие Постановочные Видео Там Которые связаны С Там С привидениями Там Ну, со Со Своей вот этой Ну, мистикой Лично я Как бы Я не фанат Вот таких Видео То есть Я бы больше За вот такой Ну, лайф Формат Лайф-формат Чтобы и не было Ну, какого-то Монтажа А чтобы Не было Никакой Постановы И вот Еще Одновременно с этим Ну, когда Ну, ты Смотришь И ты Не знаю Там, например И изучаешь Ну, так сказать Пополняешь Словарный запас Словарный запас Вот Ну, потому что Вот У меня лично С этим Все тяжело Я не Я за всю жизнь Не прочитал Ни одной книги Вот, соответственно Я стараюсь смотреть Вот, ну, каких-то Ну, блогеров Ну, которые Так сказать Выделяются И интеллектом Вот От которых Можно что-то Ну, почерпнуть Вот И Одним из таких Ну, блогеров Был как раз Такий Андрей Эмша Вот И вот У меня Было Много Вот таких Сомнений Что Знаете Там Ну, после того Как человек Выходит Из тюрьмы То Вот этот человек Как правило Меняется В худшую сторону Вот Так сказать Оттуда Вернуться Хорошим человеком Достаточно сложно То есть Потому что Даже если ты Изначально Был Хорошим человеком Ну, то есть Там в итоге Ты Ну, под действием Вот этой всей атмосферы Ты Можешь Ну, превратиться В типичную Так сказать Ну, Типичную Посетителя Вот таких Мест И вот Я Еще два дня назад Посмотрел Вот этот Стрим Вот Ну, который Был У него Ну, как раз таки В день Освобождения И вот С ним К счастью Вот этого Ничего Не произошло Ну, то есть Он вернулся Вот таким же Как Вот таким же Так сказать Образованным человеком С большим Словарным запасом И Вот это Ну, как раз таки Доказывает то, что В любой ситуации Нужно Оставаться Человеком То есть И Так сказать Гнуть свою Линию Вот Так сказать Потому что Да В тюрьме Достаточно Ну, легко Там Знаете Там, не знаю Спиться Там Скуриться С наркоманиться Ну, превратиться В какого-то Маргинала То есть Ну, еще, конечно Зависит от того С кем ты сидишь В камере Вот Бывает, что И хорошие люди Там сидят Вот, знаете Вот как С Поднебесным Например За что То есть Что его Просто Подставили Вот И Ну, таких Случаев Огромное количество В наше время То есть Ну, когда Девушки Подставляют На тебя И в итоге Ты Оказываешься Там Абсолютно Несправедливо Несправедливо И вот Ну, как раз таки Можно провести Вот такие Параллели Между Андреем Эмша И Поднебесным То есть И тот И другой Являются Вот такими Образованными Начитанными Людьми Вот И вот Андрей Эмша Вернулся Ну, как раз таки Ну, таким же Ну, каким и Был Что Конечно же Что, конечно же Очень Хорошо Вот И Что самое интересное Он даже В этих видео Сказал, что Он Он Как бы Он Ну, после Отсидки Так сказать Он Не станет Прекращать Свою Вот эту Блогерскую Деятельность Да Конечно Теперь Ну, какие-то Подобные Там Секретные Объекты Видео Уже Павляться Не будут Но Тем не менее Я думаю Что Он Найдет Выход Вот Сможет Так сказать Балансировать Между Тем Чтобы Было И И Интересно И Чтобы Было Безопасно Так сказать Вот Найдет Какой-то Ну Компромисс Найдет Какой-то Ну Компромисс Вот Да Вот Быстро Идет Время Конечно Дорогие Друзья Вот Я Как Сейчас Помню 2015 Вод Я Любил Садиться За компьютер Наливать Себе Ну Какао И Смотреть Видео И Смотреть Видео Мш Сейчас Все Изменилось Ну Какао Очень сильно Подорожало Какао Абсолютно Стало Недоступно И Какао И Молоко И Сахар Соответственно Вот Мне Сейчас Приходится Пить Ну Только Чай Ну Только Чай Самый Дешевый Потому Что Я Жил В Нищете У Меня Нету Денег На Нормальную Еду Вот И В общем Та жизнь Имеет Вот Такую Тенденцию Ухудшаться Но Только Ухудшаться Но Тем не менее Есть Радостные Моменты Среди Всего Вот Этого Бездонного Море Плохих Событий Случаются И Небольшие Вот Такие Ну Лужи Хороших Событий Вот Ну В общем То Дорогие Друзья Хочется Ну Такого Ж Счастливого Ну Конца И для Алексея Поднебесного Вот Сроки у них Плюс-минус Одинаковые Там И если Андрей Э-э-эм-ш И интеллигентный человек, которому, казалось, должно быть тяжело было быть в таких местах, но, тем не менее, даже он смог отсидеть срок, выдержать вот это все, а значит и у Алексея Поднебесного есть шанс. В общем, было такое видео. Если, опять же, вы хотите подобных видео, чтобы я снимал из цикла каких-то новостей, то ставьте палец вверх, давайте наберем хотя бы 100 лайков этому видео, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.